здравствуйте я автор и ведущий канала айспик альтернативная история северного причерноморья и кавказа и зовут меня олег павлюченко как вы уже поняли наш канал посвящен именно изучению альтернативной истории почему северного причерноморья и кавказа а потому что я и моя группа живем как раз в северном причерноморье в ходе наших исследований мы изучили практически все памятники древности северного причерноморья крыма и кубани и к восстановлению реальной истории этих мест мы подошли критически свои выводы мы стали строить отталкиваясь именно от того что видели своими глазами а потом все это сравнивали с версией официальной исторической науки а на то что у нас получилось вы можете посмотреть на канале айспик в проекте смысле плейлисте памятники великой тартарии исследуя памятники истории практически всего юга россии мы реально своими глазами увидели множество несоответствий именно с версией официальной истории вокруг нас лежали закопанные руины античных городов уничтоженных какой-то невероятной силой и уничтожены они были практически до основания а потом еще и закопаны каким-то очень странным однородным грунтом очень похожим на глину и это именно не слои однородный грунт также мы воочию увидели следы того самого черноморского потопа который поднял уровень моря на 100 а то и на 200 метров под нашими ногами лежит какая-то совершенно недавно погибшая цивилизация и причем эта цивилизация техногенная и судя по целостности некоторых предметов которые мы находим опять же у себя под ногами эта цивилизация действительно существовала и процветала пару-тройку столетий назад и не больше и все это побудило начать изучение реальной истории практически всего мира ведь при черноморье мы видели лишь фрагмент той глобальной катастрофы которая стерла с лица земли эту так называемую античную цивилизацию результаты этих исследований вы представили на канале айспик в проекте в плейлисте под названием гибель тартарии здесь мы собрали не только собственные исследования но и исследования огромного числа альтернативных историков россии и всего мира выбрав наиболее логичные и конструктивные их работы обобщая огромный материал таких исследователей как носовский и фоменко алексей кунгуров андрей кадыкчанский георгий сидоров и еще многих многих других мы пришли к следующему выводу и вывод этот такой за последние три-четыре столетия на нашей планете произошло два глобальных катаклизма и по нашему мнению эти катаклизмы-катастрофы-потопы случились на нашей планете следующей очередности первая катастрофа произошла на рубеже 17 18 веков а вторая катастрофа произошла в середине 19 века и обе эти катастрофы не природного характера это все следы глобальных войн тех времен для формирования комфортного восприятия нашими зрителями такого сложного материала мы решили подачу своих гипотез разделить на две части первая часть это реконструкция исторических событий за последние 300 400 лет ее мы представили в проекте канала под названием история великой тартарии вторая часть это реконструкция причин последствий и самого механизма этих катастроф во второй части собрана и проанализирована информация об изменении положения полюсов на самой поверхности планеты изменения угла наклона оси вращения земли плоскости эклиптики серии цунами пронесшиеся по всем континентам северного полушария падение крупных небесных тел а также многие многие другие факторы и все эти факторы привели нашу планету в то состояние в котором она находится сегодня эти исследования вы можете увидеть на канале айспик в проекте под названием три полюса два потопа но самое главное я думаю мы все-таки ответили на давно мучающий всех исследователей и вообще людей интересующихся этой темой вопрос что же это за глина засыпавшая первые этажи зданий по всему миру также на нашем канале есть и другие проекты такие как проект гипотезы и исследования в этом плейлисте мы собрали отдельные исторические факты и отдельные климатические тектонические геологические последствия еще у нас есть проект реальная история пока там размещены четыре фильма под названием петр первый кто же он в которых я выдвинул гипотезу о том что все-таки петра первого не подменяли а все гораздо сложнее для представления зрителям совместных бесед споров освещения событий с другими исследователями а также некоторые фильмы анализы работы других исследователей нами был создан проект под названием беседы и мнения работа над всеми проектами нашего канала и над самим каналом только началась потому мы ждем вашей помощи вашей информации вашего участия присоединяйтесь к нашим исследованиям кому непонятно спрашиваете мы ответим я думаю на большинство из ваших вопросов а теперь я объясню почему наш канал называется айс пик это в сокращении альтернативная история северного причерноморья и кавказа но латинскими буквами многие нас за это критикуют почему же букву вас латинские вы что на госдеп работаете нет наоборот мы работаем из россии на весь мир и мы хотим чтобы наши фильмы смотрела здоровая часть того западного общества который разговаривает на английском немецком французском испанском и всех остальных мировых языках это конечно амбициозный план и пока наши фильмы можно смотреть за границей только в субтитрах но я думаю процесс их перевода скоро закончится и все кто хочет их увидеть из не знающих русского языка все-таки их увидят ну а теперь приятного просмотра фильмов из нашего канала до свидания